Телерадиокомпания «Эра» и студия «Патерикфильм» представляют Третья декада сентября 1941 года. Мы только что потеряли Киев. Сотни тысяч бойцов остались в котлах, устроенных нацистскими танковыми армиями. Миллионы мирных граждан, которым не нашлось места в эвакуационных поездах, остались на оккупированной территории. Столица СССР, Москва, почти полностью эвакуирована. Большинство центральных учреждений переезжает на Волгу, Куйбышев, что ныне Самара. Лишь несколько окон светятся в Кремле, а сам Кремль уже виден в полевые бинокли офицеров вермахта. В немецких штабах уже раздаются приглашения участникам их парада победы на Красной площади. Оставшиеся в столице жители большую часть времени проводят на станциях метро. Москву нещадно бомбят. Мир уверен, что с нами кончено. И в этот момент истории находятся люди, целые отряды людей, которые уходят из занятых германцем городов и сел в леса на дальние опушки, расконсервируют там тайники и хранилища оружия и амуниции. Там всего не богато, но вокруг этих кладов надежды люди начинают пребывать в количестве, силе и ярости к врагу, как при Наполеоне Бонапарте и фельдмаршале Егорне. В лесах Спочянском, Монастырском, Хинельских и прочих люди начинали жить по другой логике. И главное, что им было нужно – толковый, точно мотивированный поводырь, чтобы без анархии, чтобы не подсапались и не начали войну всех против всех, чтобы били врага с умом и без лишних потерь. И нашелся такой вожак. Ни красавец, ни записной оратор, академии не оканчивал, людей видел при этом насквозь. В деле шел до конца. Среди военных разведчиков и диверсантов слыл асом – Сидор Артемьевич Ковпак. Те, кто постарше, звали его батьком. А для молодых и всех выживших в той войне он просто – дед. Сидор Артемьевич Ковпак. Путевльский район по понятиям Брянщины или Северо-Черниговщины – чуть ли не редколесье. В своей на редкость насыщенной жизни 54-летний Сидор Ковпак видывал настоящие непролазные дебри. А сподчанский лес при хорошей сноровке и знании местности можно весь исходить за день. Здесь хорошо начинать дело, но здесь нельзя долго оставаться. Все это знал осенью 41-го председатель вот этого, неизменившегося за 70 лет, Путевольского горосполкома. Но у него было особое задание. К нему пришло четверо командировочных белорусов с минерских курсов, пятеро с ковпаком, вооруженных винтовками на улицах целого Путевля. Эти пятеро и ушли отсюда из здания горосполкома, сподчанский лес, по заболоченному берегу реки Сеем. Немец думал, что партизаны сейчас вот с такими бородами, как раньше было, значит, а у нас была молодежь такая, что, значит, вот он закачается. Ничего особо нажитого дома Путевольскому мэру оставлять не пришлось. Из городского парка его великолепная пятерка с 300 граммами размокшего хлеба добралась до леса за селом Спадщина. К 20 сентября тут соединились ковпак с белорусами, местная группа Коренева и красноармейцы. 22 сентября ковпак огласил первый приказ по своему партизанскому отряду. Тогда все и началось. Тогда и начал бездетный советский служащий Сидор Ковпак превращаться в партизанского деда. А уже через неполный месяц объединенный отряд отбивал в лесу атаку батальона карателей с приданными ему танками. 19 октября 1941 года в Спадщинский лес на полном ходу ворвались два немецких танка Т-3. На момент торжения в Советский Союз это была основная ударная сила панцерваффы бронетанковых войск вермахта. В то время была совсем небольшая численность партизанского отряда, всего лишь 75 человек. И поэтому здесь на пушке леса состоялся первое боевое крещение партизанков-паковцев. Партизаны вступили в бой с двумя немецкими экипажами. В ходе этого боя был уничтожен один из немецких танков, корпус которого находится вот перед нами. Экипаж этого танка пересел во второй танке, они были вынуждены убираться во Своясе под проливным огнем противника. Однако в это время на перерез лесными стежками группа минеров во главе с помощником начальника штаба Курсом вышла, заминировала дорогу. И второй танк взорвался, и сгорели оба экипажа. Окупанты поняли, в Путивольском районе они уже не хозяева, и запустили чудовищный маховик карательных экспедиций. Причем на самые грязные и кровавые работы выпихивали вперед себя союзничков, как говорится, натове на боже шуманины вожи. Так головорезы регента Венгерского королевства, сухопутного адмирала Микла Шахорти пришли топить в крови ни в чем не повинных людей. Большое село Новая Слобода. Село считается центром маленького народца Горюну, прямых потомков древних северян. Горюны кормили кавпаковцев. За это по их душе однажды пришли. Ну, мне было 7 лет. Кто знает, чины-магяры, чины-немцы прошли по хатах и говорят, что сидите в хатах. Вот, а если вы куда пойдете, то мы считаем, что то партизан. Матери у нас было пятеро детей. А мать забрала, а там колхозная была контора и большой подвал. Мать повела туда, на тот двор. Вот. Много было там людей собранных. Читали священные книги. Вот, хрестилися. Горюны Новослободцы не успели тогда уйти в пещеры Сафроньевой пустыни. Там монахи спасались еще в 11 веке. Да и какая пещера вместит полторы тысячи народу? В результате Новая Слобода стала украинской хатыни. Тут за сутки легло в землю 586 детей, женщин и стариков. Горюновское племя, пережившее полторы тысячи лет на этой земле, в один день сократилось более чем наполовину. Мы не знаем, что пили, что курили убийцы старых и малых новослободцев и какие матери их родили. Но трудно до сих пор объяснить новослободцам, кто их сводил под корень. До сих пор они говорят о тех существах, не нацисты и не каратели, а немцы и мадьяры. Да, знаешь, что же вы, малыш и дочка, от меня так рано забрали. Да, вот, да, еще и молоденький. Был и здоровенький. И дома у меня все работал. А в матери была на руках девочка, два годика Оля. А мать вышла как за подвал, на гору. И он тут и говорит, с откидая, ну, взялся, Бог его, знаете, говорит, что матка, ложись. Она говорит, пан, зачем невинную с ребенком будешь стрелять? Она говорит, матка, ложись. Мать упала с девочкой, он выстрелил. Это было страшное послание Сидору Ковпаку от оккупантов. Но про карателей дед не забыл. Он тех карателей нашел и встретил в чистом поле. Они там и остались. Большинство там загинуло от мороза. Там Сидор Артемовичков так такую тактику принял. Заморозить их. Был мороз больше 25 градусов в той день. И вот когда только поднимутся мадьяры и немцы в атаку, кулемет, они лягли. Много пришельцев накосили за год дедовые внуки. Вражьи трупы деду никогда не снились. Это был просто итог хорошо сделанной работы. Ему и в войну, и после войны снились свои. Голодные, холодные, раздетые и босые. Он собирал их всех вместе, пока их было достаточно мало. Когда число его внуков перевалило за тысячу, дед стал ограничиваться при встречах командирами подразделений. Однако каждый знал тропу к дедовой землянке. Были, конечно, и такие, кто приходил накапать на товарища. Но таких было меньшинство. Хотя бы потому, что условия были для такого дела некомфортные. Зато уже меньше, чем через месяц, рядом с дедом появился всем советникам советник. Семен Руднев в довоенном путивле возглавлял местный Осавиахим. Учил пацанов науки будущей войны. Сам же был человек умный, развитой и оттого жестоко пострадавший. Еще в Спочанском лесу началась их с дедом глубокая, но очень непростая дружба. Залогом этой непростоты были человеческие жизни. С днём затянешь, так тихо чуть слышно, Чтоб только слова подавались в труди. 18 мая 1942 года я увидел Ковпака. Это было в лесу под Гутой. Когда мы подошли, они стояли, группа командиров, и курил Ковпак свою знаменитую козью ножку. Одну за другой. Почему? Потому что он был расстроен сильно. По сути дела, из-за Ковпаковского соединения была сожжена Гута. Вот. В этой Гуте Ковпак останавливался четыре раза. Объединение отрядов, начатое в октябре 1941-го, продолжалось целый год. Попадались иногда экзотические персонажи. Начальник штаба словацкого полка Ян Налепко перебрался к белорусскому соседу деда Александру Собурову со всеми своими подчинёнными. Первые боевые операции показали, что для большей эффективной борьбы с ворогом дребные загоны потребно объединять, что только великие партизанские зернания сможет завдавать о серьёзных тратах ворогу. Вожаки потихоньку знакомились. Крайне жёсткий Александр Собуров, ижевский мужик, ещё недавно главный пожарный Киева и глава истребительного отряда НКВД. Алексей Фёдоров, человек номер один в довоенной Черниговской партноменклатуре, напористый, как Т-34-й. И наш дед, партизанский Аксакал. Кстати, по-братимы одевались по высшему лесному разряду, а дед носил просто бог знает что. Ковпак не зря подчёркивал, что его главным поставщиком является лично Адольф Гитлер. Первый год и дед, и хлопцы носили трофеи и стреляли из трофейного. Вот шубейку деду одолжили пленные Мадьяры. Из какого зверя она была пошита, до сих пор спорят учёные. К ней классическая казацкая шапка-бирка, сверху дирка. Разве что во лбу красная звезда горит. И даже наш новый пистолет-пулемёт системы Судаева казался деду похожим на более привычный немецкий трофейный МП-40. С февраля 1942-го они уже были не отрядами, а сумским партизанским соединением. Они то занимали путевлю в тылу врага на деда в день рождения, то совершали челночные рейды из Брянщины под родную спадщину. Они несли особый страх захватчикам. Но разве самим партизанам не бывало страшно? Самый большой страх у меня появился, когда отряд в летнем рейде, я как раз же попал в отряд 17 мая 1942 года. А 6 июня, 6 июня, мы переправлялись через речку Клевень, вот, в селе Ховзовка. А там немцы сделали засаду. И когда мы начали переправу, они открыли такой ураганный огонь по обозу. Но нас спасло то, что этот берег, где мы стояли, был ниже, чем они... И пули летели по верху. У нас была корова к тому времени. Для раненых у землянки взяли корову-рекордистку, белку. Называли ее. И была привязана к нашему возу, потому что у нас была бабушка вместе с нами. Материна мать. И она ее доила и кормила раненых. Так вот, такой пули и разрывы снарядов были такие, что корова порвала поводок, лошади распряглись, порвали упряжь и разбежались в разные стороны. А мы вынуждены были, вынуждены были по плоту переправляться на следующий берег. Парадокс в том, что самыми бойкими рассказчиками про деда и его людей остались тогдашние малолетки. Взрослых бойцов-кавпаковцев можно уже пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому быт сумского соединения мы видим уже глазами сильно повзрослевших детишек, сыновей и дочек полка. Этот взгляд неизбежно застит слеза благодарности и ранней утраты. Это не искажение взгляда, это неизбежное начало легенды, в которой дед и Руднев, командиры и комиссары отрядов, да даже кашевары и медсестры становятся порой ближе, чем родители. И каждая морщинка и заплатка уже не их, а твое личное дело. С этим жизнь прожита, и этим оправдана. И любое простое хозяйское движение деда становится многозначительным, как откровение. По кабинетам Верховного Совета и по всем и всяческим трибунам и президиумам, как прежде по партизанским тропочкам, пронес дед свой одинокий, бездетный и горький трепет перед малышней. Встреча была такая. Поехали Сидир Артемич Ковпак до нашего двора, я вышел за фиртку, он питает, «Батько, дома?» «Дома, позви». Я не знал, что это Сидир Артемич Ковпак. Он питает, «Батька, ты знаешь Фанасию?» Так звали в селе «Батька». «Знаешь, где сепаратор колгоспный?» Он говорит, «Да, где-то там около госпного двора, где-то в коморре. Так вот, знайди той сепаратор, привези его домой, поставь, и хай люди носят молоко, и чтобы кормить партизаней, которые стоят по квартирам в селе». Самое страшное было это то, что не было соли. И все, что мы ели, не соленое, не вкусное, гадостное, и нас командир роты раненый, Слоев, собирал, чтобы помочь как-то для разнообразия меню, и водил по ягоде. Когда мы приехали в брянские леса, это было ночью, потому что партизаны передвигались ночью, а днем стояли тихаря, чтобы не вызвать на себя немецкие войска. И вот, когда мы пришли и проснулись, я увидел лес брянский, вообще весь чернел, все в чернике было. Мы залезли, вот по воску я залез, и на животе лежал, и весь черный был от этой черники. Кто-то был черным от черники, а дед был черным от непрошенных мыслей и такого лишнего в походе знания о людях. Он уже знал, что если выживет, если не шлепнут враги или недавние друзья, то сидеть ему остаток жизни за кумычевыми скатертями и стоять в одном ряду со всякими разными, с кем потом рядом и похоронят. А позади и в сердце остаются десятки и сотни хлопцев и девчат, которые за ним пошли и рядом с ним были убиты и покалечены. Какая такая полевая медицина в партизанском соединении? Какая такая антисептика и безболивающая? Остается уповать на небо, в смысле, что сбросят с небеси в посылках с большой земли? Что такое боль, которую ничем не снять? Что такое спирт, которое единственное лекарство хирургу после ампутации и врачебных ошибок? Еще никто не исследовал, лечились ли кавпаковцы травами. Но с больницей у них точно были вечные проблемы. Двадцатилетняя девушка Маруся Деркач мало чему успела выучиться перед войной по врачебному делу. Доучивалась в лесах, в крови и в гное. Не больница. У нас больница Сани, Поводска и четыре с лишним киллтинь их года. Вот это такая больница у нас. За жизнью и смертью людей деда следили не только враги, был и еще главный зритель. Он, определявший судьбы народов и воинских соединений, уже давно начал селекцию героев леса. Начал определять, кто из партизанских батик матери истории более ценен. 21 августа 42 года после тяжелого лета с выходом из окружения дед получает радиограмму «Явиться в Москву». Его ждет совещание командиров партизанских отрядов в Кремле. Лендлисовский Дуглас тянет его над линией фронта за леса в Белокаменную. Все командиры собрались, а он дед первый среди равных. «А почему?» спрашивают деда. «Ваши отряды стали рейдирующими». «Приходилось людей спасать, товарищ Сталин». «А почему бы вам не совершить рейд на правый берег Днепра?» О рейде вначале знали только дед с Рудневым. Маршрут, отмеченный им свыше, они прошли в четыре руки, сидя в трофейной Мадьярской санитарной мишине. Что-то вроде бункера для секретных совещаний. Шутка ли, то все отступали, а теперь наступать. Днем отдыхали в лесу, кошеварили, ночью скрытый марш по 30-50 километров и по пути взрывы мостов, водокачек, складов противника. Тут нужна особая клятва. Тут нужна клятва людей, выполняющих на языке 21 века спецмиссия. Клянусь, что не выпущу из рук оружие, пока последний фашистский гад на земле не будет уничтожен. Мы пошли на центральную усадьбу соединения, где появился Калпак. Вот он подъехал на лошади в сопровождении разведчиков, которые ездили его встречать. Руднев скомандовал смирно отчего в партизанах не было. Равнение направо и подошел к нему и доложил. Значит, Цветков, старший лейтенант, был дежурным по лагерю. И вот он докладывал Калпаку о том, что никаких происшествий за ваше отсутствие не произошло. Калпак растерялся сам, поручкался, чего не было иногда с этим дежурным. Потом подошел, обнял Руднева и рассказал о своей поездке. Все бойцы были выстроены. Отец меня поднял на плечо, посадил, потому что столько было народу. Вы же понимаете, что уже тогда около тысячи человек было в соединении. И он сказал, что мы скоро будем получать вооружение, обмундирование и выйдем по заданию Центрального комитета и Совета народных комиссаров на боевое задание. Не сказал он, куда и что. Добраться до глубокого тыла врага еще нужно было суметь, не растеряв людей. А враг немедленно устроил на ковпаковцев облавную охоту, как только те вышли из лесов на территорию. Немец и сам охотился и ставил своих загонщиков из местных полицаев за проданцев. А за голову самого деда устроили настоящий аукцион. Цена за ковпака с 30 тысяч дойче марок дошла до 100 тысяч. Не то, что корову или сад, помещище имение со службами теперь стоил Сидор Артемович. А рудни немногим меньше. Глупцы пытались оценить тех, кто цены уже не имел. Ведь за сутулой спиной деда врагам грозно маячил призрак их бесславного конца. Ну, были такие бои, как, например, вот, мокрый кут. Вот, немец нас хотел потопить. Вот. Ну, получилось так, что ему не удалось, не удалось потопить, потому что партизан это вещь такая, что, значит, он не сдастся ни в войне, нигде не сдастся, потому что его так иначе расстреляют. 7 ноября 42-го вышли на устье Сожа к Днепру. Ночью сходу выкосили в Улове на том берегу гарнизон и в несколько ходок переправили соединение. Так началась для деда правобережная кампания. А через 8 дней по тоненькому льду прошли Припять. Глуховчане переправлялись, королевчане прикрывали их огнем. Легко рассказать, да страшно представить. А еще был извивистый тетерев. Плавала вот так, пошли и шла. Не плавала, а шла. Те на тетеревы были вот такие. Вереница людей и повозок растянулась по лесостепи и по лесью, как в века великого переселения народов. Днепр форсировали улоево вот и вышли на правый берег Днепра. Там провели ряд операций. И самая большая операция была выведение из строя вот Сарнинского железнодорожного узла. Сарнинский крест это была самая удачная и самая громкая операция людей деда. Было нарушено одновременно движение на всех участках в суперузле Сарны. Одновременно взорвано девять мостов на Лунинец, на Ковель, на Ровно, на Коростень и другие. Почти на шесть недель вся размеренная жизнь Сарнинского узла была выбита из колеи. И все это происходило, когда взоры всех понимающих людей в мире были обращены к Сталинграду. Там решалась судьба войны и судьба нас с вами. И тут дед берет за яблочко магистральное направление поставок вермахта, на шесть недель. Стоит теперь задуматься, кто решил судьбу Великой Отечественной и Второй Мировой, и где мы были бы сейчас, если бы не дедов рейд. А дальше, дальше были Карпаты. Нужно было рвать старинные прикарпатские нефтепромыслы, без которых Третий Рейх задыхался. Но под уши ковпаковцев уже выдвинулись альпийские стрелки генерала Крюгера. И здесь началось то, что навсегда изменило выражение лица деда на официальных и не очень поздних фотоснимках. Здесь началось то, что потом ежедневно выхаживалось в Киеве ногами в обеденные перерывы Верховного Совета, чтобы выжечь, заставить замолчать монотонный голос совести. Все ли ты сделал, все ли ты сделал, что мог? И дед оправдывался, оправдывался как мог. Мы побывали в 13 областях и 213 районах, 7 часов окупованы ковровой. Нам удалось разгромить 30 гарнизонных противников, форсовать в Суаш, Днепро, Прихер, Прихер три раза, Горинка и Инширик. Партизаны нашего съездения значили больше 21 тысячи солдат и офицеров Гитлеровской армии. Потом дед создаст ветеранскую традицию среди своих. Каждых пять лет возвращаться всем вместе в Еремчу и Делятин. Туда, на могилу Семена Руднева и других товарищей. Чтобы помолчать над бездной природой и времени и чтобы снова пытаться понять, как могло случиться, что он потерял больше, чем друга. Половину своей души и голову, которая открывала ему путь. Руднев отдал тогда все свои способности, а вышло, что отдал самого себя. Будет ли когда-нибудь открыта вполне тайна его гибели? После нее дед осиротел. Ведь Руднев все мог объяснить. После его монологов все становилось на свои места. Уходили дедовы агрессии и склонность к простым решениям. И было еще тайное. У Руднева была полноценная гармоничная семья. Был сын Радик, была лучшая половина. Их жизнь проходила на дедовых глазах. Что дед дал бы, чтобы и у его семейного очага хоть сколько-нибудь было так же? А Карпаты разорили Рудневское гнездо. Чего не сделал он, дед? Что тут вышло не так? Если бы можно было не думать, не сомневаться. Поэтому он снова и снова, пока были силы, вез своих поседевших внуков в Надвернянский район, водил их по родным могилам и все что-то доказывал, доказывал, что все вышло так, как должно было выйти. Потому что у подвига и у жертвы есть своя, недоступная равнодушному уму, железная логика. После войны в должности, как мы бы сейчас сказали, парламентского вице-спикера дед стал настоящим свадебным генералом. Он, как прежде вождь народов, стал лучшим другом советских физкультурников. Он перецеловал в аэропорту Жуляны всех президентов и премьер-министров земного шара, начиная с Шарля де Голля и заканчивая очередным премьер-министром республики Конго, которого оппозиция обвиняла в черной магии и ритуальном людоедстве. Но на многих фото он вот такой, затиснутый между других, как птенец, с руками зажатыми меж колен и с глазами, которые словно молят, отпустите меня отсюда, добрые люди, отпустите меня в мою спадщину, где я все решал сам и по справедливости. Он никогда на один цене никого не принимал. Он принимал только гуртом. И говорит, что народ сказал, то я выполню. Это, говорит, воля народу. Дед пережил свой зенит, а почетная должность вовсе не была его зенитом. Это оказался закат. А на закате к тебе всегда приходит твое детство и пытливо смотрит тебе в глаза. Это дед сделал родную Котельву райцентром. Родом я села Котельвы Остирского района Сувской области. Батьки мои зеляны. Семья была у нас велика и жили на битве. Вот почему после закинчения церковно-приходской школы, когда мне минуло 11 лет. Батьки отдавлены служить в закорчах магазина местного торговца. Вы сами понимаете, что так звана посада «хлопчик на побегинках». Для земляков он всегда был нашим сыдором, за глаза которому всегда можно было ляпнуть, чтобы сравняться с героем. А, его дед у моего прадеда кобылу увел. Этот дед сделал родную котельву райцентром и, брюжавши ему в спину, охотно пользовались его помощью, если припечет. Только его маленькая родина знала его настоящую подноготную биографию. Биографию грузчика и солдатиков в дореволюционном Саратове, героя Брусиловского прорыва, разведчика и диверсанта Осландовского пехотного полка, награжденного двумя Георгиями. Знал бы товарищ Гречуха, награждая деда звездой героя, что Георгиев тому вручал государь-император. Так же, впрочем, как Василию Ивановичу Чапаеву, дедову комдиву в Уральске. Скосила Чапая злая пуля в реке Урал. И дед порой замирал перед рекой времени с немым вопросом. Сколько же он народу накосил вражеского, и сколько своего народу покосила смерть под его командой. И скольких можно было бы спасти, и они дали бы плод, и остались бы в веках, если бы не он. Что, если бы не он? Неужели любая победа в войне есть победа только государства? Неужели отдельному человеку война несет только страдания, даже если этот человек победитель и герой? Когда окончен поход, ты понимаешь, что только там, в лесах и на переправах, ты мог сам изменить, как понимал к лучшему, судьбы людей и свою собственную судьбу. Что ж, ты настоящий воин, а это для тебя означает и то, что ты никогда не впишешься толком в мирную жизнь? Ну, это все, что я могу рассказать про себя. Провожала мать на войну Охи сам Язинага Йошитовы Бои Яйду Охи сам Язинага Йошитовы Бои Яйду Язинага 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 Язинага